Премия за самые сомнительные достижения серебряная калоша Победителя, в которой объявлю я, это вот главная номинация из всех представленных сегодня. Можно прекращать, да, в общем-то, раздавать калоши. После меня хоть, да. Хорошо. Итак, ты старательно сейчас вскрываешь конверт? Да, это волнующая процедура. Конверт с надписью «Соцсети». Итак, вот он, вот он. Я потираю калошину удачу. Да, 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 да. Открываем, открываем. Что же, что же? Как-то старательно запечатали наши коллеги этот конверт. Приходится уничтожать прямо по ходу. Разворачиваю лист. Тут надо сказать, что надо перечислить номерную всех наших кандидатов. Во-первых, Дмитрий Рогозин, который номинирован за космические достижения в области освоения Твиттера. Артемий Лебедев за немецкое гражданство, которого нет, или семь раз проверь, один раз опубликуй. Сказать, что надо перечислить номерную всех наших кандидатов. Во-первых, Дмитрий Рогозин, который номинирован за космические достижения в области освоения Твиттера. Артемий Лебедев за немецкое гражданство, которого нет, или семь раз проверь, один раз опубликуй. И Дмитрий Медведев за участие в несанкционированной акции с фонариками, или свой среди чужих, чужой среди своих. Итак, этот торжественный момент в результате зрительского голосования и слушательского голосования, прошедшего на нашем сайте, Дмитрий Медведев получает 15% голосов. Артемий Лебедев получает 20% голосов. Ну а серебряную калошу за самые сомнительные достижения в социальных сетях получает Дмитрий Рогозин за космические достижения в области освоения Твиттера, набирая 65% голосов. Ну и на случай, если он сейчас смотрит трансляцию на YouTube-канале «Серебряного дождя», я показываю ему серебряную калошу. Да, ну понятно, что с первых минут голосования вряд ли у кого-то были сомнения, что победит Дмитрий Рогозин, но это мог увидеть любой, кто следил за ходом голосования. Сверхзвуковая скорость, которую позавидует любая ракета SpaceX, с этой скоростью Дмитрий Олегович вознесся на пьедестал, чтобы также переносесть в серебряную калошу. Итак, мы поздравляем главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина с победой. Еще раз напомню, что если раньше серебряные статуэтки отправлялись победителю по почте, то в этот раз, в этом году, на фоне известных событий, серебряная калоша проходит онлайн, поэтому и калоша будет отправлена Дмитрию Рогозину по электронной почте. Еще раз поздравления победителю! Премия за самые сомнительные достижения серебряная калоша Продолжение следует...